Всем привет мы на Дону в Липецкой области середина мая приехали мы в гости маму тезки Кириллу Вотрикову соответственно чего Кирюх ну как всегда там тучи там чего-то как-то солнце не солнце какая обстановка три дня назад могу сказать рыба ловилась уверенно через два заброса сидел трофей то есть от кило и выше как сегодня будет проанализировать сложно но вышли на воду вот она резко помутнела возможно то есть где-то что-то опять смыло не знаю как будет характерно с рыбой как будет клев все надо тестировать все надо выходить на воду и искать короче как всегда когда мы приехали резко все испортилось ну как думаешь будет шанс нормального поймать я уверен ну хотя бы келушечку уверен сто процентов будет ребят ну просто так неинтересно а может быть забьемся победитель самый крупный головы а есть на что забиться ну у меня есть только приманки победитель забирает любые приманки у проигравших готов расстаться с любимой приманкой я думаю 5 штучек так ну собственно говоря максима дубковского вы знаете это мой вечный напарник по многим-многим-многим рыбалкам это даниилу стименко молодой спортсмен дрование дрование ее нога юный дрование взяли собой посмотреть как он действительно ломить то умеет ну вот такая заявка на победу это уже серьезно ну что ребят забились самое западло это солнечный день весной вода холодная а на улице жарко вот как я обычно в этот момент одеваюсь просто расскажу может кому-то пригодится теплое термобелье именно теплое потому что вот сейчас мы будем ловить глубина небольшая заходить сильно я не буду термобелья будет вполне достаточно соответственно теплое термобелье мы одеваем просто забродник вот у меня в данном случае толстый плотный хороший неубиваемый забродничек который довольно высокий вроде бы как бы наверное можно подумать что хватит но нет почему нет объясню на мне сейчас как я сказал уже термобелье теплое в принципе так как сейчас у нас весна середина мая еще не сильно тепло но светит солнце вот чтобы не перегреться как бы и было комфортно ловить не сильно жарко потому что термох обычно она темная сверху я одеваю вот эту вот аздрайку светлую что она мне дает во-первых она легко дышит в ней не жарко и самое главное что они не темные она не нагревается поэтому ногам комфортно телу комфортно и можно ловить вперед поехали ну лед тронулся господа присяжным идем ловить это на лайтеку такой струи но друзья спочи на меня первый голавлик на этой реке на самом деле очень такое удовольствие такого хотя бы небольшого на лайковую палочку с мощной струи с переката парковать вот такого вот красавца давайте мы его сейчас отпустим очень хочется это повторить закрепить и приумножить сейчас будем еще пробовать вот он говорят что кило на самом деле поменьше мне кажется 300 грамм. 800 грамм. Хороший. Триколор 55С. Вот на такой струе вот самое то. Здесь краньки сейчас не работают, потому что весна, водичка еще холодная. Поэтому головы почитают все-таки миноки. Миноки, которые смогут работать с сильной струей. Что и как мы здесь вообще делаем, на самом деле. У нас идет слив. Сильный. Соответственно, идет грядок. И вот грядок, вот внутри этих гряд, стоят хорошие головы. В течении силы они прячутся за препятствиями. Задача провести миноку так, чтобы она, а, касалась внешних гряд, ну, минимальная поверхность, касалась чиркала по ним. И чуть-чуть заныривала в крянке. В этих крянках он и стоит и ждет. Ну вот, соответственно, сейчас Макс поймал. У меня первый сход был. Ну вот сейчас еще одного взяли. В чем прикол? Крэнк сейчас не работает. Вот. Потому что ранее весна, как будто он вообще плохо на нее реагирует. Работает мимохи, вот у меня сейчас 55-й трикоров. Вот. 55-й, причем в варианте S. Ловили и будь. Сегодня одна. Очень быстро разбирают. Ловили и будь. Сегодня одна. Очень быстро разбирают. Ну, и постепенно они облавливают этот берег. Ну, мелкие мимохи работают. Вот тоже сейчас поменяю приманку и пойду вниз по течению. Десятого уже сейчас поймали, сняли рыбу. Ну, думаю, ниже будет еще рыбка. Так что, вот, пробуем. Место, на самом деле, очень шикарное. Такой обширный перекат с канавами, с труями. Ну, к сожалению, скорее всего, мы, наверное, немножко поздно приехали, потому что очень много местных рыболов, которые ловят на поплавки, всплавляя свои поплавки очень далеко и нам просто некомфортно ловить на свои приманки. Плюс очень много рыболов снестилось ниже переката. Тем самым они просто проходили именно, проходили по головлю. И то, что мы сейчас поймали, это две рыбки. Это, наверное, тот максимум, который нам удалось снять, вопреки всему. Вот, по-честному, взял пискарик в рот все. Если честно, аккуратненько еще достану его. Ну, и пускай планы. Три корольчик, хэви-вэй. Уже решетчик. Отобрал угущину палку. Значит, говорит, на, сам, говорит, попробуй, как летит. Первый заброс холостой, со второго, вот прям с заводнения. Как заводнился, сразу ударил. Джакал, три корол, хэви-вэй. Шикарная рыба, шикарная проводочка. Будем отпускать. Палка-огонь! Палка-огонь! Палка Ниббл Ультралайт. Вот, позволяет делать проводочки грамотные, потычивать позволяет. Все великолепно. Ну, давайте не будем мучить рыбку, будем отпускать. Пойман и отпущено. Вот и бифрост принес удачу. Взял непоперечные проводочки. Вот. Кирилл любезно поделился палочкой. Нордстрим, гифрост, ультралайт. Отметить хочу бросковые характеристики. И то, как вяжет рыбу. У головля не было вообще никаких шансов соскочить. Вот такая прелестная рыбка радует нас поклевками в руку. Стоило рыбку только вынуть с канала. Сразу команда устремилась долавливать недоловленное. Вот. Ну, рыбки там уже нету. Там уже проработано. Пусть ребята упражняются, тренируются. Так, Макс, план такой. Сейчас вот, если чей-нибудь 15 минут, мы только на жерех не выходим. Выходим на эту косу. Еще раз пробиваем все там. Там просто мелко, ну, келожные головы. И тогда идем уже на другую точку. Здесь все, хватит. Ну, надо сейчас просто дать хотя бы минут 10. Да, да, да. Мы сейчас здесь собираемся и на косу. Сейчас прям в свальчик кинул. Вот сейчас может поклевочка быть. Может будет. Может будет, может не будет. Это на ее усмотрение. Мы можем только предложить. У меня в этот раз все, рыбы больше не будет. У меня всегда так. Да. У меня первая рыба хорошая. Дальше я начинаю расслабляться и курить бамбук. Не, Кирилл. Я обещаю, что еще будет хорошая рыба. А, вот. Это ж... Ну, хорошая я имею в виду келошник. Не келошник? Келошник. О, келошник. Ну, посмотрим. Сейчас местечек еще много будет. отменных. Да вы, батенька монстр. Смотри, смотри, смотри. Плюс пискарь в коллекции. Серьезный боец. Оказал серьезное сопротивление. Ну, все. Ну, вот и все вышли из воды. Мы сейчас переезжаем на другую точку. К сожалению, здесь нам за рыбу зацепиться не удалось. Да, мы поймали немножко пару хвостов всего. Ну, как я уже говорил ранее, местные рыболовы здесь уже были до нас, и они сняли именно активную рыбу. Ну, а мы двигаемся дальше. А вот это вот Минога. Любимое лакомство головы. Были бы мы червячники. Ух! Ну, это не наш мусакис. Как по команде, все отправляют работу сразу в ход в перекат. Ну, в принципе, да. А хабанов здесь нет. На игре с этими руками головы мы все предметы представляем. Вопрос, кто соблазнит. Благо, еще время, не вечерний выход. Время самое тяжелое в перелавлях. Сейчас. Что там, 4 часа? Вот. Поэтому интересно. И все выбрали абсолютно разные клиенты. Крайки, милоки. Благо, сейчас у нас май месяц. Клюет на то и на другое. Ну, сейчас посмотрим. Реальный шанс на успехах на фото перекат положить под старый камыш или вот под трафку. Если удастся положить в упор и там будет вот ставить, все шансы добавлю. Даже сейчас, когда вот трукняк будет не сильно активен за время суток. Но что-то пока ни у кого нет. Если вот сейчас сделаю еще 3 заброса и иду на основной перекат, работать в ту сторону. Там канавки это видно уже, да? Потому что я здесь пират, а здесь не разъем. Вот. И работать там в канавках. Там вот тоже мощный крупняк. Мелочи будут крутиться посрединке. А вот крупняк станет под деревья. Вот, собственно, я, по-моему, могу даже убирать. Странно, поклевок нету. Вход в перекат просто, ну, классическое место. А даже какой-то и активности не видно. Но сейчас попробую еще раз упереться именно в это место. А потом постепенно пойду именно в сам перекат и буду облавливать какие-то струечки там и канавочки небольшие. Потому что в любом случае он здесь есть. А вот подобрать к нему ключик... Кто подберет, тот и выиграет. Ключок выйдет должен быть там. Вообще-то не берет. Вообще, ни одного хвоста, не понятно. А уже месяц, приеду, полчаса. Вот рыба-то прыгает, ее видно, но он почему-то не берет. Возможно, что-то делаем не так. Либо просто не время. Что-то маленькое. Красава. Не сидит. Вообще на селеву похоже. Грот, захвост. Это кто? Селяночка. Уклейка. 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 Крюнула. Но как-то хватает. Уклейка. 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 Металя Уклейка. Уклейка. дружок. Тише, тише, тише. Сам слез. Ну ничего, сейчас еще сделаем. Сейчас еще поймаем. Ну это небольшой, зато второй у меня уже в активе две рыбки. А первая была побольше. Давай. Еще. Это какой-то бледненький. Мало ел, наверное. Болел. Да, болел. Ну все, мы его сейчас вот крючок достанем, вылечим и отпустим выздоравливать. Ну там он не один был, сто процентов. Он там был не один. На чабик? На чабик. На чабик. На что? На чабик? На чабик. Ты у меня сейчас вход был с чабика. Обалдеть, никогда на чабик. Смотри, Кирилл захлестнулся. А, блин, такой. Я ж тебе говорю, тут врывается просто. Так долбанул. Ну очень сильно ударил. Фу, на эмоциях. На самом перекате с такой поклевкой. Я очень думал, что крупный. Я уже верил, что все это больше 500 грамм. Блин. Реально, ну такая поклевка. В руку, да? Отдай спиннинг. Да, еще и на перекате. Но даже мелкий устраивает, да? Такие ударища. Ну я представляю. Может это хоть покрупнее? Поклевка просто. Ну, да, кстати. Или нет? Нет. Ну, еще надо укропнее. Опять со стороны. Опять сильная поклевка. Конечно, не крупнее, чем у Максима, но уже приближенно к этому. Круто. Еще покрупнее бы клевали. Был вообще супер. Такой же. Макс. Ты не хочешь приложу? Не можно. Сравлял? Да. Нет. Да? Нет. Ну как нет? Вот так и нет. Иди, на кошку тренируешься. В воде перенес. С третьим забросом опять положу приванку туда и... Ну, я уже думал, что все. Это точно будет такое же. Ну, опять вот чуть-чуть не хватило. Хотя этот уже со свечкой клюнул. Просто очень приятно. Такие поклевки, конечно. На чабе клюнул. Я на этот воблер уже вот ловлю и третий подряд рыба с третьим забросом. Как не могу загнать его? Макс. Поклевки очень просто сильные и максы переполняют. Утянут здесь. Я думаю, сейчас укрупнусь. Чуть-чуть малома не хватило. Всего несколько сантиметров. Такое приятное начало дня. Голландия, примерно 600-700 грамм. Вот это голландия. Небо такого. Это там больше килограмма. Ё-моё. Смотрите, какой! Вот это толстяк! Вот за такими мы, в принципе, сюда и приехали. Хотя это уже четвертый, ну, с этого места, но это самый крупный, пожалуй. Очень красивая рыба. Вот это явно за килограмм. Я завидую, я тоже хочу скупать. Макс, покажи, как ты сейчас это сделаешь еще раз. Это опыт, сын мой, Дань. Все с опытом приходит и с пониманием того, где стоит именно вот такая рыба. О, усиление. Малой, тебе рано еще на это смотреть. Обычно я ставлю в форматону спайдер, когда хочу повоить большую. Ну, доской головы не настолько борзую, что вот даже такой маленький спайдера сожрал. Хорошая приманка, люблю я. Вот, красавец. На самом деле, сейчас на новом месте, это большой-большой затяжной перекат. Взирая на рабочий день, здесь куча людей. Место явно рыбное, как бы популярное и посещаемое. На самом деле, что мы заметили вот за эти несколько дней, что мы здесь, да? Часть перекатов реально с рыбы, рабочие, а часть абсолютно пустые. Причем вот смотришь, в принципе, практически те же самые условия, практически все то же самое. Однако где-то он есть, а где-то его нет, как классно. Приятный, спортивный, голавлик. Красиво, гоня, где-то некие краснищие. Ну, красавчик. Далеко ходили пацаны. Ну, а рыба-то вся здесь. Красавец нового места. Тридоролл 55 АШВ. Это убойная тема. На самом деле, крэнки, оно хорошо, но не всегда. По весне, на мой взгляд, лучше работают все-таки такие активные богдеры. Миновые. Которые позволяют нам делать проводку не такую размашистую. Потому что рыба еще не активна, она еще не жрет так вот, прям как летом. И стояночки у нее не там совсем, где летом. Вот начинают уже на этих стоянках проклевываться, но пока еще не особо. Потом поставим миногу сначала, а дальше, скорее, тебе покажут. О, гущен, тащен. Да, неплохой. Ну, по отличным меркам маленький, наверное, грамм 500 от силы. Ну, небольшой. Отпускает. Ну, собственно говоря, коротко о снастях, чем ловили парни все в эти наши поездки. У нас у всех троих более спиннинги не было. Бюджетка. Тесты немножко разные. У кого-то 1, 2, 9. Я вообще ловил 0,8, 6. Вот, соответственно, плетенки. Плетенки это примерно 0,6, 0,5 по японской классификации. В принципе, за глаза хватает. Приманки абсолютно разные. Но вот у меня лучше всего выстрелили, соответственно, в одном месте кранки. Конкретно АСКО была. Это когда вот я с переката снимал хороших головликов. Вот, и, соответственно, во-вторых, был 3К-ролл. 3К-ролл был 55-й, СК и ХВ. Вот, это мои флориты в эту поездку. Ребята ловили, в принципе, на то же самое. Там плюс Мидия, ЧАБ ССР. Ну, в общем-то, результаты вы посмотрели. Мы довольны. Самый большой. Вот, победитель. 1,2 кг. Буду брать на то, что реально ловилось. Кольт минул. А вот и Наска Кирилл рыбалочку сделал. А вот у Максима мы ХВ-шку 3К-ролл отдерем. Да не жалко. Все заслужено. Красота. Заслуженная победа, заслуженная награда. Спасибо, мужики, что раскошелились с приманками. Мы посетили несколько разных перекатов. То есть, вот, каждый день новая точка. Возвращались, играли в пятнашки. То есть, вот, искали активную рыбу. Что-то нашли, чего-то, естественно, не нашли. Но, как минимум, мы вполне довольны. Рыбалка удалась. Собственно говоря, на этом, наверное, все. Поехали. Спасибо. Легкой дороге, да. Буду рад видеть вас снова. Владой, не плачь. Это тебе наука, чтобы в следующий раз не спорил с дядьками, которые умеют ловить. А победа была близко. Ну, в данном случае, я бы сказал, далеко. Ладно, все. Всем пока. Мы поехали. Субтитры создавал DimaTorzok Все. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...